Трансформаторы – основной элемент любого источника питания. Как много было сказано про их намотку, но видно этого мало, так как в комментариях очень часто спрашивают, как правильно мотать. Поэтому сегодня посвятим ролик расчету и намотке импульсного трансформатора. Трансформаторы Начнем мы данный ролик не с самого трансформатора, а со схемы управления. Как часто бывает, люди берут любой попавшийся под руку трансформатор и начинают на нем мотать свои обмотки, не задумываясь об одной мелкой, но очень важной детали, которая называется зазор. Так вот, то, что будет сказано далее, советую записать, а лучше запомнить. Итак, существует два основных типа схемы управления трансформатором. Однотактная и двухтактная. К двухтактным относят мост, полумост и пушпул. В этих схемах зазора в сердечнике быть не должно. Это касается не только силового трансформатора, но и ТГРа. Что касается однотактных схем, они бывают прямоходовые и обратноходовые. Вот у них зазор в сердечнике должен быть обязательно. Поэтому рекомендую всегда более подробно ознакомливаться с тем, что вы делаете. Для более наглядного примера, в этом ролике я намотаю два трансформатора. Один для двухтактной схемы, второй для однотактной. Мотать трансформаторы будут для готовых проектов. Первый это блок на СГ3525, про который есть ролик на канале. Как видим из схемы, это полумост, что попадает в разряд двухтактных схем. А значит зазора в сердечнике быть не должно. С этим разобрались, но это еще не все. Перед намоткой необходимо рассчитать трансформатор. Благо есть специальные программы для расчета трансформатора. Их автор Денисенко. Если б не он, количество самопальных блоков питания резко уменьшилось. Существует целый пакет программ для расчета. Рекомендую вам ознакомиться со всеми. Я же затрону только две. Итак, для расчета нам необходима вот эта программа. Детально разбирать ее я не буду. Затрону только важные моменты. Первое это выбор преобразователя. Пуш-пул, полумост или мост. Дальше мы видим колонку для входного напряжения. Указываем его. Можно указывать или уже выпрямленное напряжение, или просто сетевое. Дальше поле для ввода частоты преобразования. Обычно при расчете блоков питания я устанавливаю частоту в районе 40-50 кГц. Выше поднимать не советую. Дальше в колонках указываем напряжение, мощность и провод, каким будете мотать. Не забываем указать схему выпрямления. И поставить галочку на использование указанного провода. Также у нас есть два важных поля для заполнения. Первое это наличие или отсутствие стабилизации. При включенной галочке программа автоматом накидывает пару витков на вторичку. Для зазора работы шим. И второе поле это охлаждение. Если оно присутствует, то можно из трансформатора выжать больше мощности. Забыли самое главное. Это указать какой у вас сердечник. Большинство стандартных номиналов уже занесены в программу. Вам остается только выбрать нужный. Ну вот, когда все выбрано, нажимаем кнопку рассчитать. И получаем данные для намотки нашего трансформатора. А именно количество витков первички и вторички. Совместно с количеством жил. Когда получены все расчеты, приступаем к намотке. Тут необходимо рассказать один важный момент, который люди плохо понимают. Все обмотки я мотаю в одну сторону. Но начало и конец обмотки расположены строго по схеме. Не всем понятно, что это дает. Приведу пример. Допустим, мы поставили начало обмотки тут. Намотали нужные витки и сделали вывод. Давайте визуально представим, как течет ток. Допустим, он течет из этой точки в эту. Тогда он потечет по проводу в эту сторону. А теперь мы просто поменяем начало и конец обмотки местами. Хоть намотка и проводилась вправо, ток потечет в обратном направлении. И это будет равносильно тому, что мы намотали обмотку влево. Таким образом, по точкам на схеме можно легко проводить фазировку. Главное, все обмотки мотать в одну сторону. Разобрали пример. Теперь переходим к реальной намотке. Начало обмотки у нас в этой точке. Значит, отсюда и будем мотать. Равномерно укладываем витки. Стараемся, чтобы не было пересечений провода и различных узелков или петель. От того, как вы намотаете трансформатор, зависит дальнейшая работа блока. Мотаем ровно половину первички и делаем отвод. Только не прямо на пин трансформатора, а вверх. Дальше будем мотать вторичку, а поверх нее оставшуюся первичку. Таким образом повышается магнитная связь обмоток и уменьшается индуктивность рассеяния. Изоляцию между обмотками я использую вот такую, из термоскотча. А самый последний слой изоляции у меня из майларовой ленты, для красоты. Вторичка мотается точно так же, как и первичка. Припаиваемся к началу обмотки и равномерно виток к витку ее мотаем. Желательно, чтобы вторичка помещалась в один слой. Если же вы рассчитали на большее напряжение, то нужно второй слой равномерно растянуть по всему каркасу. Когда намотали слой, то опять же делаем отвод вверх. И начинаем мотать вторую часть вторички. Мотается она точно так же, как и первая. Тут уже стоит пометить как-нибудь, где у вас первая половина вторички и где вторая. Следующий шаг, домотать первичку. Обычно я оставляю себе пустой пин на печатке, чтобы туда можно было подключить среднюю точку первички. Вот с этого пина и начинаем мотать оставшуюся вторичку. Все так же равномерно. И вот тут уже отводить вверх конец провода не стоит. Можно сразу завести его на положенное место. Проводим такую же операцию для оставшихся выводов. Для тех, кто не понял, что дало такое подключение обмоток. Если посмотреть сбоку на выводы, то можно увидеть, сколько места они занимают. И каждый слой провода имел бы вот такой изгиб. Во-первых, пришлось бы тратить больше провода. А во-вторых, магнитная связь бы стала хуже. Когда основные обмотки закончили, можно намотать дополнительные. В данном случае это обмотка самозапита. С ней все точно так же. Начало и конец обозначены на печатке. Изолируем и мотаем. Верхний слой, как я уже говорил, покрываем эларовой лентой. И вот теперь трансформатор похож на промышленный образец. Еще хочу сделать небольшое примечание. Если вы сами проектируете плату, сделайте лучше отверстие на плате. Для среднего вывода вторички. Это будет что-то типа косы, как старых блоков питания ATX. Из личного опыта скажу, что мотать такой транс гораздо легче. Особенно, если приходится мотать не две жилы, а три и больше. Этот ролик прям наполнен примечаниями. Вот вам еще одно. Это касается полного витка. Многие начинающие радиолюбители не понимают, что есть полный виток. И как вести отчет. Я делаю таким образом. Та сторона, где припаян провод к пину, и есть точка отчета. И как только провод приходит в середину этой стороны каркаса, считаем это одним витком. И так далее. Как бы смешно это не звучало, но есть третье примечание. Опять же для начинающих. Они, как правило, делают свои первые блоки питания нестабилизированными. На микросхемах типа IR2153. И вот постоянно вижу жалобы. Мол, намотал на одно напряжение, а на выходе получил другое. Перематывал 100-500 раз, но это не помогло. Что не так? Все дело в том, что необходимо проводить измерения при нагрузке. Как минимум 15% от номинала. А то получается, что выходной кондер зарядился до амплитудного значения. Вы его измеряете и не можете понять, что не так. Вот теперь перейдем ко второму примеру. Это трансформатор обратноходового блока питания. Ролик про этот блок тоже есть на канале. В принципе, по намотке этот трансформатор ничем не отличается от предыдущего. Буду рассматривать только те моменты, что действительно заслуживают внимания. Итак, при расчете мы используем уже другую программу. Из того же пакета программ. В ней все так же выбираем нужные параметры. Частоту, выходные напряжения и так далее. Это не столь важно. Единственный момент, где стоит остановиться, это зазор в сердечнике, индуктивность первичной обмотки. Эти параметры необходимо будет как можно точнее соблюсти. Как это сделать? Вот допустим, мы намотали трансформатор. Все как по инструкции выше. Но теперь, в отличие от предыдущего варианта, мы не соединяем половины сердечника, а берем прибор, который позволяет измерить индуктивность. Будь то тестер или ESR-метр. И начинаем подбирать зазор. Вот индуктивность обмотки без зазора. Теперь берем лист А4. И с обеих сторон подсовываем в половинке сердечника. И снова замеряем индуктивность. Продолжаем выполнять данное действие, пока не получим нужное значение индуктивности. Ну и на этом все. Трансформатор обратноходового блока питания готов. Надеюсь, данным роликом я смог ответить на остальные вопросы по изготовлению трансформаторов. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!